Всем привет, уважаемые зрители и подписчики моих четырех каналов, а именно Рутуб, Ютуб, Дзен и Нум. Площадка от МТС. Перед началом данного видеоматериала я бы хотел привлечь, так скажем, ваше внимание к тому, что в моей замечательной группе ВКонтакте, как обычно, проходит замечательный конкурс на вот такой вот глачок из игры Counter-Strike 2, CS2, Glock 18, оружие, пистолет из Counter-Strike, SkinBlock 18. Собственно, условия довольно-таки просты, народу участвует довольно-таки мало, у вас шансы выиграть очень большие, поэтому, если интересно, залетайте, участвуйте, ссылка на группу ВКонтакте есть в описании под этим роликом. Всем желаю удачи и приятного просмотра, и в группе ВКонтакте у нас конкурсы проходят регулярно, часто, 99% случаев даю, процент, так скажем. Все, еще раз пожелаю всем удачи, до скорых встреч, приятного просмотра. Небольшая информация для тех, кто любит смотреть мои ролики. Допустим, сейчас у меня на канале вышел вот такой вот ролик про прохождение брата Outlast. Некоторые видео YouTube не пропускает, поэтому все видео загружаются на мой дзен-канал, здесь нет никакой там цензуры, никаких проблем с выкладыванием. Переходьте на дзен и смотрите, собственно, на нем. И также буду очень-очень сильно благодарен, если вы авторизуетесь на дзене, там довольно-таки просто это сделать, либо ВКонтакте, либо аккаунт Яндекса. Так вы поддержите мой канал втройне, в четверне, намного больше, поэтому обязательно логиньтесь, заходите в аккаунт на дзене и смотрите мои ролики. Лучший дешевый буст CSGO, конкурсы на скины CSGO и раздача ключей на игры, стримы по CSGO и различным другим играм. Если тебе это все интересно, залетай на мой YouTube-канал или же на мой Twitch-канал. В этом видеоролике я хочу сделать обзорчик. Лично для себя это 100% новиночка, но в интернете плюс-минус недавно обзорчики видал. На вот такие вот начос, лимитированная коллекция, Delicades, называется бренд начос со вкусом бургера в опер. Бургер Кинг. Судя по всему, это вообще коллаборация Бургер Кинга этого бренда, как я понимаю, потому что вряд ли они, наверное, начали бы сюда засовывать этот логотип. Логотип, собственно, по поводу начоса. Я обзорчик, который делаю обзоры с вами на чипсы, сухарики, энергетики, напитки. В принципе, лапша о быстром приготовлении. И в принципе все. Особо я больше ничего такого и не обозреваю. Начосы были в моей жизни. Я когда-то их пробовал года два назад из красного и белого. И в принципе все. Поэтому начосы я по ним особо не теку. Я особо не кушаю их. А точнее вообще не кушаю. Ну, короче, вы поняли. Поэтому в них я полный ноль. Грубо говоря. Собственно, поехали. Приготовлено на открытом огне. Ограниченная серия. Тут написано. Для тех, кто английский, судя по всему, не шарит. Наверное, написали. Собственно, почему захотелось мне пить эти начосы. Это все довольно-таки просто. Это все довольно-таки просто. Яркая упаковка. Картинка Бургер Кинга. Картинка бургера. Прям заманила. Захотелось прям взять. По стоимости 100 рублей, что ли, они стоят. Или даже больше 100. Что-то такой диапазон цены. Мацца 140 грамм. Нифига себе. Такая упаковка 140 грамм. Охренеть. Вот я поэтому и говорю. Я в начосах полный ноль. Чипсы кукурузные начоса. Путсом Бургер Боппер. Так. Я покупал их, кстати, в магазине Пятерочка. Зашел все-таки. Решил все-таки зайти в Пятерочку. И не зря. И не зря. Потому что кто мои шорты смотрит, те, в принципе, знают, что вышли энергетики от слова пацана. Актеров. Поэтому ожидайте, скоро будет на канале. Попробую лимитированную новинку. Со вкусом круто. Теперь легенды среди бургеров. Воппер от Бургер Кинг. Можно насладиться вместе с Delicade's Nachos. Вкус 100% говядины, приготовленный на открытом огне, сочным помидорами и свежим луком. На основе кукурузных чипсов и 100% цельной кукурузы. Заставляет на максимум удовольствия торопиться, предложение ограничено. Блин, помню, были чипсы от московского картофеля, вроде тоже с бургером. К сожалению, пропали. Было это очень-очень-очень давно. Сейчас 24-й год, если что. 30-е апреля. Собственно, давайте открывать. У меня уже слюнки текут, я в фиге. И вторая упаковка. Охренеть, а что такая упаковка? Тяжело открываемая. Ну, по запаху как будто какой-то соус чувствуется. Начосы, это, если я не ошибаюсь, в Мексике довольно-таки популярное блюдо. Национальное, вон. Их, наверное, за место чипсов едят. У нас, например, чипсы, у них, наверное, типа начосы. Не, поначалу есть что-то такое, похоже на бургер. Вот эти вот приправы, что-то типа того. Но... Но... Это... Да, блин. Довольно-таки быстро превращается просто в кукурузу. И всё. Блин, не знаю. Прикола, конечно, в этом. Но... Как по мне, 100% чипсы круче. Я думаю, это многие понимают, кто начосы ест. Начосы, чипсы, пробовал. О! Первый начос, который более-менее смог совладать с этим насыщенным вкусом кукурузы. Очень прям сильным. Вот сейчас как раз-таки снег попался прям вот, вот так вот, идеальный. Вот приправ дофига было на нём. И благодаря этим приправам получилось как-то сбалансить более-менее. И приправы чувствуются, и кукуруза чувствуются вот так вот. Для меня это просто кукурузу хаваешь, как будто и всё. Поначалу что-то есть такое? Вкус бургера, да? Опять же. Берём название. И в принципе всё. Потом это превращается всё просто в кукурузу. Просто в мясо. Ну как сказать мясо? Кашу во рту со вкусом кукурузы. Всё. Вторая. Вторая попалась. Который издал вкус вопера, скажем так. Не, ну для меня лично реально непонятная тема. Потому что в большинстве случаев реально кукуруза. Вкус кукурузы в основном. Третья попалась. Третья попалась. Так, это менее было. Менее. Приправленная, скажем так. Не. Прикола в начисках сыром реально не понимаю. В основном чувствуется какая-то просто кукуруза. И всё. Бывает и надо попадать в опер. Там из 10 чипсов вот буквально 2-3 штуки и всё. А так реально прикола в них не понимать. Чисто если голодный пойдёт чисто закусить, что-то перекусить. Под фильм какой-нибудь, когда ты просто смотришь, наслаждаешься фильмом и просто что-то в рот хочешь взять. Покушать. Пойдёт, в принципе. А так прикола не понимаю. Есть что-то похожее с вопером. Базара здесь нет. По вкусу, в принципе, попадается. Бургер вопера. Здесь, в принципе, по вкусу, можно сказать, можно поставить оценочку 5 из 5. На этом, в принципе, всё. Всем большое спасибо за просмотр. Ставьте ваши лайки. Подписывайтесь на канал. Всем удачи. До скорых встреч. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok